Первый экзамен девятиклассники уже написали. Русский язык – один из двух обязательных предметов. Второй – математика. Для них организовано два пункта проведения экзамена – четвёртая и одиннадцатая школы. Контрольные работы будущие выпускники писали в своих образовательных учреждениях. Сегодня вспомнить правила русского языка предстоит одиннадцатиклассникам. Многие дети уходят после одиннадцатого класса и кому-то просто не нужно сдавать ЕГЭ, так как оно очень сложное и всё-таки рассчитано на высшее образование. Мы очень готовились к ЕГЭ конкретно. И мы прорешивали именно варианты ЕГЭ, так как они сложнее, чем государственный выпускной экзамен. В принципе, мы справимся, я думаю. С собой у школьников паспорт, чёрная гелевая ручка, при желании вода и шоколад. Больше проносить с собой ничего нельзя. Правила одинаковые для всех, в том числе и для тех, кто выбрал альтернативный вариант итоговой проверки знаний – государственный выпускной экзамен. Несколько одиннадцатиклассников отказались от сдачи ЕГЭ, решили не поступать в ВУЗы. Таких учеников в городе 61. В рамках выпускных государственных экзаменов – это два экзамена – русский и математика. А те, которые поступают в ВУЗы, они сдают русский язык, это как обязательный экзамен и предметы по выбору. То есть количество не ограничено. С присутствием обязательно наблюдатели. Одиннадцатый класс у нас ещё нас отслеживают онлайн-наблюдатели, то есть следят постоянно за нами. То есть у нас в онлайн-режиме мы работаем. С 31 мая к экзаменам приступят ребята, которым нужны баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы. Больше двухсот пятидесяти одиннадцатиклассников. По-прежнему самые популярные предметы по выбору – общество знания, профильная математика, история и физика. Основные экзамены закончатся к 24 июня.